Всем привет! Вы на канале Лара Бхазаманка. Сегодня вас ждёт домашний влог. Суббота, 9 утра. Еду к родителям на все выходные с ночёвкой. Что меня там ждёт? Какие там задания мама мне придумала? Оставайтесь со мной, посмотрим. Я уже приехала к родителям. Ай-яй-яй-яй-яй! А кто меня встречает? А кто меня встречает? Подожди, дай я тебе косточки высыплю. Косточки высыплю тебе, которые я не ем. Косточки. Куська, 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 куська. Ты меня ждал, куська, меня ждал. Слепотня ты моя, слепотня ты моя. Гляски белые, белые, катаракта. Как у людей бывает катаракта, знаете. Так и у животных бывает. От старости, да. Да, 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 мой хороший, да, мой хороший, куська, куська. Иди, косточки, косточки. Свиные, свиные, да, да. Да, дурачок, дурачок. Иди, пройдись, посмотрю, как твоя лапка теперь. Иди, пройдись, иди, пройдись, иди. О, скачет, посмотрите. Покажусь вам, чем я вырядилась. Бриджики белые, футболочка. Купила на днях в секонд-хенде. Были скидки грандиозные. Каждая вещь 70 рублей. И приобрела вот такую футболочку. Не скажем, что ох, прямо какая. Ну, ездить к родителям нормально, думаю. Главное, вот тут все. Все скрывает, все скрывает. Нормально. А люди смотрят на меня, как не знаю на кого. Вырядились все в куртках. Ну, подумаешь, солнышка нет. И что теперь? Куртки одевать? Лето все-таки. Я так не замерзла в таком виде. Ну, вообще небо серое. Дождик, наверное, будет. А еще маме я, посмотрите, купила. Но не в этот раз. И не 70 рублей. Побольше. 200 рублей. Посмотрите, какая юбка. Шелковая. Натуральный шелк. С брындочкой, как я люблю. Но мне маловато. Маловато. Это чуток мамочки моей. Сейчас может примерит. Не знаю, покажется она вам или нет. В этой юбке еще футболку. Не купила. Свою привезла. Свою привезла. Футболочку маме. Тоже мала. Тоже мала стала. Любила эту футболку. Ну, обычная футболка. Правда, не совсем обычная. Сзади на спине сеточка. Сеточка вы, наверное, не увидите. Не увидите. Такая. Видите? Другой чуть материал. Тут вот вставочка такая. Чтобы русский был и так далее. Поэтому и батя равно относишься. Мама, 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 речь толкает. У больницы полдня. У меня эта больница надоела. Завтрак. Мама мне вот такой завтрак устроила. Пельмени, колбаска, салат. Ну ты, господи, хреновый, ну ты слышишь. Слышите, говорит. Огурчики свои. Ага. Уже снимаешь. Что ты там снимаешь? Слышите? Снимаю завтрак твой. Завтрак. Да. Вот сейчас наемся от души. И пойду работать. Что я буду делать там на огороде? Огурь с народом отбирать. Юбку померила. Футболку померила. Все хорошо, но показываться не хочет. Будет носить, сказала я. Это очень голубая. Домашние огурцы. Это ведь домашние огурцы. Апрельские, ты сказала? Сейчас я ем длинненькие. Апрельские? Апрельские зазули. Это апрельские. Колбаска. Краковская. Ехала в маршрутке. Вся маршрутка. Все люди принюхивались. Люди уже вообще... Ну, они все чуть в мой пакет не залезли от запаха. Это сам люди даже... Так пахнет. Люди даже не берут эту колбасу. Вот ты показываешь. Как не берут? Она стоит 600 с лишним рублей. Колбаса это люди не берут. Это самая вкусная колбаса. А то купила мне в светофоре. Кто? Дед. По дешевке рекламирует. Я кошки скормила. Ну, это же в светофоре. В светофоре вообще не берите еду никакую. В светофоре в этом. Так что колбаска. Рекомендую. Ну, не знаю. У нашего завода. Брянского колбаска. А у вас не знаю. Ну, а салат хорош? Салат что-то мне не очень. Что-то не то. То ли не соленый. А что не то? А что там? Перец, крабовые палочки? А вот нужны крабовые палочки. А тут нету. Кальмары? Это не кальмары салат. Это кулятина, яйца, перец, огурец. Надо бы крабовые палочки. А у них не было. Ну, может ты просто не досолила. А я вообще не солила. А, ну, правильно. А я не солила. Ну, я съела и без соли. Майонезу положила и все. У мамы, оказывается, еще и бутерброды с икрой имеются. Мама. Посмотрите, прикол. Это папа. А кто там? Пап, я тебя снимаю. Снимаю. Снимай живот выше носа. Помогай живот снять физический труд. Я не фотоаграничный. Ну, конечно, подписчицы. Сейчас почитаю попозже. Такие комментарии тебе уже пишут, что зачитаешься. Кстати, ребята, большое спасибо вам, что вы желаете здоровья моим родителям. Пишите, какие они мне замечательные. Всем большое-большое спасибо от души. Так что подписчики очень-очень вас любят. Вот, папа лежит, что-то совсем горем убитый. Спроси, котенок никому не нужен. А вот, слышите, мама говорит, котенок, кто живет у нас в Брянске, в нашем городешке, не нужен котенок. У нас уже пять штук. Да, мама? Пять? Четыре. А как, это пятый котик. Боря пропал, не пришел ночевать. Борьки нету всего. Ну, он тебе каждый раз пропадает все время. В первый раз, когда Борька ушел гулять. Гулять, да. Борьке уже лет десять. Ксюше лет четырнадцать. Режукову. Кто-то мне звонит сейчас, попозже я сниму. Ну, звонок меня отвлек. Не смогла папой поговорить. Но ничего, еще выйдет. Мы с ним будем смородину сегодня собирать. Ой, все нехорошо, хорошо. Не жарко. Такой ветерок свежий обдувает. Прекрасная погода. Прекрасная. Обычно я смородину всегда собираю в лютую жару. Сегодня прекрасно. Позавчера дождик прошелся. Мама сказала, здесь такой сильный, такой сильный. Даже сказала, что-то, что-то примяла. А, кукурузу все повалило. Где? Посмотрим сейчас кукуруза. Попозже я пройдусь по огороду. Да нет, смотри, сейчас покажу вам кукурузу. Стоит кукуруза, встала. Вот она стоит. Нормально все. Ожила, значит, за сутки. Ну, в принципе, давайте сейчас быстренько пройдусь, пока мама. Пока мама бродит где-то. Сейчас она будет показывать, какой мне куст, какой куст обирать. Мама категорически с ней против сниматься. Говорит, я сегодня не в форме. Вот мама идет опять, говорит, что тут снимать, что тут снимать. Она все волнуется, что я показываю неудавшийся наш чеснок. Вот он стоит, желтый уже. Ну, почему неудавшийся? Почему она все причитает? Посмотрите, какие головки торчат. Что там снимать? Мама, успокойся, что снимать? Чеснок снимаю, показываю, какой у нас вырос. Волнуется. За что ты переживаешь? Не могу понять. Посмотри, какой хороший чеснок. Головки какие. Чеснок, как чеснок. И лук нормальный. Тоже вон какие головки. Посмотрите. Посмотрите, какие крупные головки. Чем мама все недовольна, я не знаю. Лучше перец в теплицах снимать. И перец сниму, и тебя сейчас сниму. Да, мне сейчас снимать. Слышите. Вот я и показываю, что готовится уборка. От клубники? Нет. Нет. Клубники. Ну, слушай, не позор все хочешь. Ой, я не могу. Как она переживает. Мама привыкла, что у нее огород лучше всех. Лучше всех всегда. Ну, что поделаешь. Вы знаете, мама проводит сейчас практически все свои дни в больнице. Три месяца до этого лежала в больнице. Вот сколько она находится дома. Я приехала с Абхазии три недели. Как вот три недели только мама дома до этого в больнице находилась. И все у нас замечательно. Все у нас хорошо. Капуста, морковка, свекла, еще капуста. Все нормально. Соберем урожай. Пусть мама не плачет, не присчитает. Все здесь хорошо. А вот там ранее капуста, кочаны уже есть. Так что все нормально. Все нормально. Мама сказала, покажи перец лучше. Показываю. Показываю. И что я тут вижу? Перца я пока не вижу. Цветет. Цветет перец. Ай, помидорчик. Маленький, но красный. Что такое? Я вроде бы рассаду сажала как бы крупные помидоры. Розовые, читала там были названия. Что такое? Одни мелые. Одна мелочь. Откуда она взялась? Одна мелочь. Пойду сейчас у мамы спрошу. Одна мелочь. Я терпеть не могу. Мелкие помидоры. Одна мелочь. Странно очень. Странно. Я сажала все помидоры крупные. Ну, семена. Я сейчас сниму. Я хотела спросить. Я рассаду сажала, ну, перец. То есть перец, томаты, боже мой. Семена было написано розовые. Потом еще какие-то там сибирские какие-то. Ну, в общем, одни крупные плоды. А там одна мелочь, мелкие эти. А у той теплицы, это Наташина рассада. Где ты снимала, колованные? Все ясно. А моя рассада где? А моя рассада, вон, это. У этой теплицы, у маленькой, два корня пропало. И у большой, он гнилий, да черт. Зачем ты сажала эту Наташину рассаду? Терпеть не могу мелкие помидоры. Они вкусные. Да, ну, вкусные черри эти. Терпеть не могу черри эти. Ну, и Наташа на корнях 10, в краю, там крупные будут. А не на сердце, не хрюк. Ну, вот и я сажала какие-то там, как же они назывались, не помню. В этом году крупных помидор не будет, потому что я ни одной пачки не покупала. Как не покупала? Я же высеивала рассаду одни крупные сорта. А что ты покупала? Бычье сердце я высеяла. Где оно, бычье сердце? Не спрашивай у меня. Вот и не спрашивай. А получилось, что одна мелочь растет. Было в прошлый год, бычье сердце было крупное. Ну, вот, я их и посадила. Ну, это прошлый год было. А то, что было в прошлый год, уже в этом году такое и не будет. Ясно. Смотрю, кабачки все появились. Ой, Господи. Я кабачки снимаю, не тебя, не волнуйся. Иди, у Светки сними кабачки, там уже такие лежат. Потому что Светка дома. А я в больнице полгода. Ну, и все у нас есть, не хуже, чем у Светки. Иди перец сниму, дай теплице. Сейчас сниму и перец. А внучке надо уже кабачок есть протертый, уже врач сказал. Уже надо добавлять. Куда? Ну, кормить уже, прикорм делать, кабачок тереть. Вот хорошо уже. Один-два. Какой один-два? А, в смысле сорвать? Ну, да. Да, Господи, кого снимать? В прошлый год кабачок у этого в это время не было до конца. Ой, я не могу над ней. Она не знала, что я ее снимаю. Кричит, кричит. Да где он ее повалил? Я уже снимала кукурузу. Нигде он ее не повалил. Уже стоит, как солдатики стоят. Вы слышали, какой у мамы командирский голос? Она, правда, так и не поняла, что я ее снимаю. А знаете, почему у нее командирский голос? Как она объясняет? Это командирский и громкий. Так, не лай, моя хорошая. Здесь тоже мелкие. Кстати, помидоры от нее не вижу. Ни бычьего сердца. Я ничего не вижу. Не вижу. Одна мелочь пузатая. Одна пузатая мелочь. Да уж. Вот и насеяла. Лара бычьего сердца. А, минусинские. Минусинские розовые я высеивала рассаду. Ну, в итоге где это все? Где это все? Так вот, я не договорила. Значит, почему у мамы командирский громкий голос? Она практически всю жизнь отработала на лесокомбинате. Как она говорит, с алкашами, уголовниками. Нужно было на них прикрикивать, иначе они не работали. И там станки. Станки, которые шумели сильно. И она... Вот шум станков, уголовники, алкаши. И она всегда, ей приходилось кричать, чтобы ее еще и расслышали из этого шума станков. И вот такая привычка у нее до сих пор и осталась. Папа, это... Когда на него вот так вот таким командирским голосом говорят, его это прямо... Ой, не буду говорить, что его... Но он не может за свою жизнь. Он все равно не может привыкнуть к этому маминому командирскому голосу. Так что вот так, ребята. Пойду собирать смородину. Друзья, пока я собираю смородину, вот красненькую, хочу с вами поговорить по поводу ролика о Каманах, о моем последнем посещении Каманов. Хочу сразу сказать всем огромное спасибо, кто писал добрые комментарии. Очень и очень мне было приятно читать ваши комментарии. Спасибо вам, мои хорошие. Спасибо. Я тихо говорю, полголоса. А то у мамы ушки на макушке. И были комментарии, вы знаете. Правда, я их уже удалила. Все, нет ни комментариев, ни этих людей. Да, я вас заблокировала. Двух женщин, девушек, не знаю. Ну, это женщины, не мужчины, точно. Я вас заблокировала, мои хорошие. Я вас заблокировала. Хватит, надоело. Надоело. Нина, Нина, долго вы меня смотрите. Ну, извините, я вас заблокировала. Вы, наверное, читали комментарии. Эта женщина мне написала, что я должна принять к сведению, я должна принять к сведению, что в храмы ходят, по святым местам ходят с покрытой головой, с покрытыми плечами, без губной помады, чтобы, когда целуешь иконы, помада не оставалась на иконах, в чем-то она еще написала, ходят. В общем, в закрытой одежде, по святым местам ходят. И что, ой, телефон мой слетает, ветер дует. Вот, значит, в такой одежде ходят, по святым местам. Я должна принять к сведению, я же ведь уже третий раз в команду еду, она так написала, и до сих пор не знаю, как нужно одеваться. Так вот, милая моя, я не знаю, смотрите вы меня или нет. Я приняла к сведению, да, приняла к сведению, но я хочу сказать, да, я ездила третий раз в команду. Именно поэтому я так и оделась. Именно поэтому я так и оделась. И сейчас я вам объясню, почему так. Вы наверняка в командах не были, не были, и не знаете, как правильно туда одеться. Поэтому я и этой женщине, и мне объясняю. И всем тоже хочу объяснить, как одеться в команды. Если кто-то внимательно смотрел мой этот ролик, в храм, именно в храм я заходила с покрытой головой, с покрытыми плечами, в длинной юбке. Да, с губной помадой, с губной помадой. Иконы я не целую, не целую иконы. Может быть так вот, лубом. Иногда прикладываюсь, но не всегда. У меня свои молитвы, у меня свои действия в храмах, свои. Я не под чьи действиями подстраиваюсь. Иконы я не целую. Зашла я, да, единственная, с помадой, как и все другие. Да, вы написали, нужно отвечать самой за себя. Вот я отвечаю сейчас перед вами и перед всеми за себя. Далее. Святой источник. Источник святого Василиска. На этом источнике люди омываются. Кто-то полностью окунается. И я вот в свое второе пребывание полностью, полностью окуналась. Брала дополнительный сарафан с собой, который сейчас у меня лежит. Я его буду хранить. При болезни я буду одевать сарафан. И сорочка у меня лежит, кстати. И люди там ходят по этому святому источнику. В ночных просвечивающихся рубашках. Да, да. В ночных просвечивающихся рубашках ходят. По этому святому источнику. А Лара стояла в длинной юбке, с прикрытыми плечами, но без головного убора, без платка. Лара стояла. Она специально одела такой топик. Лара одела. Чтобы можно было омыть руки, плечи. Все можно было омыть спокойно. И Лара не была в спортивной форме, как мои подписчики. Вы мне указывали на подписчиков. Потому что я по святым местам не хожу в спортивной форме. Я одеваю юбки, платья. И, кстати, почему мне заметили, что я два раза была в командах, в длинных платьях закрытых. Вы не заметили и не написали мне этого. А то, что я одела топик, чтобы омыть свои плечи, руки в этот раз. Вы это заметили. Надо же, Лара, в топике и с помадой. Далее, далее Лара поехала к гроту, где нужно идти тысяча сто пятьдесят ступенек. Нина, выходили там. Пройдите. Полностью укрыто в паранже там. Пройдите. А мне было в топике не жарко и хорошо. А на голове была повязана косынка. Вы видели? Я косынку завязала на узел, чтобы она не развязалась. Поэтому плечи мои были открыты. Повязала вот прямо на узел. И полезла потом Лара по скале. Попробуйте, залезьте туда. Полностью укутанной в паранжу. Попробуйте, потом скажете, Нина. Поэтому, ребята, вот так. Вот так. Я оделась именно так. Как мне было удобно, как я посчитала нужным. Вот и вы после моих слов задумайтесь, как вам поехать в Каманы. И особенно в жару. Я понимаю. Кто-то хочет увидеть меня в паранже. Кто-то хочет мне в паранже. Писала одна, тоже удалила. Что я разукрашенная приехала в Каманы. Ну да, помаду. Помаду. Единственное, воспользуясь помадой, я приехала разукрашенная. Боже мой. Я всегда перед вами. Без фильтров, как другие блогеры. Вы знаете, фильтры какие-то там делают, чтобы красивые они были перед вами. А я какая есть перед вами. Вот помада. Не знаю даже, что такое фильтры. Подскажите мне, где эти фильтры сделать. Как? Я тоже хочу быть красивой. Тоже хочу быть красивой перед вами. Но я вот такая, какая есть. Нет у меня тонной косметики на лице. Я тональником никогда в жизни своей не пользовалась. Никогда. Ни тональниками, ни румяными. Никогда. Разукрашенная. Так что, ребят, не пишите, что вот я опять в Неве. Нет, я не в Неве. Вообще не в Неве. Что я уделяю внимание таким комментаторам. Я их заблокировала. А сейчас вам просто объясняю, ребят. Просто объясняю. Потому что там были классы под этим комментариями. Ну, под... Не, не этой классы поставили. Там было порядочных классов. Что типа вот тоже им не нравится, как я оделась. Ну, вот я объяснила, почему я так оделась. Так что, вот так, мои хорошие. О чем я еще с вами хотела поговорить, пока собираю смородину. Представляете? Ой, ветер. Ветер качает. Сейчас моя камера упадет. Представляете? Аляса. Вы знаете Аляса? Блогер. Друг Сергея Сухумского. И блогер тоже. Живут они рядом. А я его смотрю иногда, как и Сергея Сухумского иногда. Потому что, вы видите, некогда мне работаю. В выходные дни тоже работаю. Сейчас вообще некогда никого смотреть. Ну, вот посмотрела недавно я Аляса. Ролик был о Амбаре. Он, значит, повез людей в Амбуру на экскурсию. Вы тоже вспомните. Знаете, что такое Амбара. Храм Амбара. Святое место. У меня есть ролик. И я, этот храм, мне в том году очень помог. Многие спрашивали, в чем он тебе помог. Скажу теперь, могу сказать. Моя дочь забеременела. Забеременела. Я молилась Богу об этом, чтобы у меня были внуки. Чтобы моя дочь забеременела. И я молилась, чтобы у меня была именно девочка, внучка. Именно внучка. После, не спрошло еще сутки, как я уехала с Амбары. Мне позвонила дочь. Теперь, как помню, как я сейчас. Не буду плакать, не буду. Позвонила дочь и сказала, что мама, поздравлю меня. Я беременна. Ну, представляете мои эмоции. Так, мама ползет, мама ползет. Сейчас что-нибудь скажет. Муська, пойдем домой. Загоню. А Муся? Улегла себя под этим. Пошел пляжик. Пляжик еще, наверное, не созрел. Пускай пожелтеет. Очень полезно для приносных сосудов. А смородина от чего полезна? Для чего? Не слышит. Пошла. Так, значит, об Амбаре. Амбара мне помогла. Амбара. Амбара в переводе с абхазского. Ам. Это мама, бара, бабушка. Это место женской силы. Девчонки, это вам, чтобы вы знали. И это место моей силы, действительно. Амбару, как и Каманы, я буду посещать теперь регулярно, когда буду бывать в Абхазии. Вот на этот раз я поехала тоже в Амбару и отставила дорогую вещь для меня. Знак благодарности за то, что этот храм мне помог. Ну, скажу тоже. У меня был браслет из жемчуга, сделанный мной, собственно, ручно. Ручная работа. Я очень любила этот браслет. Редко носила, редко по большим праздникам. Боялась, чтобы там не оборвалось что-то. Вы видели, наверное, заметили. Красивый очень браслет, красивый. Из крупного жемчуга. И я оставила этот браслет в храме. Повесила на крест деревянный. И вот я, значит, смотрю ролик Аляса про этот храм. Они заходят в храм, и Аляс начинает снимать храм. И я пристально уставилась на экран, чтобы посмотреть, висит ли мой там браслет. Аляс показывает этот крест. Что вы думаете? Браслета нет. Сколько прошло? Две недели после моего приезда? На тот момент, когда я смотрела этот ролик. Креста нет. Ой, креста нет, боже мой, простите. Браслета нет. Я в таком шоке, друзья, была. Вы не представляете. Сейчас я уже отошла. Вот и что мне сказать? Что мне сказать после этого? Пропадают листья огурцов. Обрабатывала марганцем. Мама идет. Так что вот так, друзья. В теплицах в святом месте. Лучше не сажать. С креста взять. Сейчас мы послушаем, мама. Только на огороде. Вот так под дуги. Что не делала? С чего лист пропадает? Ну, я тебе, мама, и говорила, что давай посадим на огороде больше огурцов, чем теплицы. А он сказал, стой, батька, дуги ставить не буду и пленку накрывать не буду. На этой теплице есть. И там сколько корней, в корней петь пропало. Ну вот, мучились, мучились, в итоге без огурцов останемся. И мы в этой теплице, такие зеленые, хорошие были. Все, он жукнут листья. В чем дело, не знаю. Даже мне, что под сомном работало у заводского. Подсобное хозяйство. Говорила, розовый раствор марганца. И на ведро воды пол чайной ложки борнокислоты. Два раза обработала, и полку мало. Брызгала. Может, сейчас можно посадить, не поздно будет. В октябре будут огурцы. Я приехала, купила пачку семян, 12 штук. Два семечки утошло. Давай еще посадим. Поздно уже. Да, ну, поздно. Четыре теплицы, а толку мало. Ни огурцов, ни помидоры все мелкие. Мелкие, Наташины у этой теплицы. У этой теплицы, у теплицы 40 лет. Раз только землю меняли. А землю наменять через три года, как у добру, у теплицы. Или напроливать марганцем. А деду это ничего не надо. Ни навозы ему не нужен, ни мало это не обрабатывать. Жаловаться. А в этом году в утрань серьвет и мечет. Вишни все погибли при заморозке. Да, вишни нет в этом году. Все погибло. Был заморозок. У Вани вишня за нашей баней. У себя обсыпано ягодами. Мороз не захватил. А как так получилось? Нас захватил, а у него не захватил мороз? Потому не захватил, что за баней стоит вишня. Вот она самая. Защищена была от мороза. Не только у нас, а погибла у нее. У Романа у нее даже смородина. У них еще у Майи мороз будет. И картошка померзла, и фасоль все померзла. И кабачки. Плевать он, не хочет, лениться. А перец любит влагу. Он лежит. Как поел у 9, так и лежит у 12. А я сейчас тоже. Кино у 12.45. Пойду глядеть серию. А это вот... Иди, мама, смотри, смотри кино. И обрывает компоты. Он зимой любит. Пить. Ой, мама, мама. Я работаю 15.06. Приступила к обязанностям. Ты спишь до 9. А что, Наташа тоже в Абхазию едет? Не знаю, не говорила. Как не говорила? В июле они уже едут. В Абхазию? Да. А куда? Там, где ты была? И куда я была. То есть, где я была. И в Афоне они будут, и в Гагре они будут. Ну, даже никто не считает, нужно говорить ничего. Я спросила, поедете куда отпуск раньше. Еще не решили. А вчера разговаривала, помалкивает. Ну, вот я тебе говорю. А что, и дети? И дети. На машине едут? На машине. Одни переживания. Ну, а чего у тебя переживания уже? А горы проезжать? Какие? Какие горы? В Сочи только серпантин там будет. И все. А они же будут ехать через это самое... Туапсе будут проезжать? Будут. Будут? А ты была в Туапсе? Ну, проездом. Проездом, поездом в подножье. А ты поглядела машиной, когда тебе было... Когда приехали с Урала, мы ездили к брату. Это самая страсть Господня. Вы есть хотели, а мы поесть не могли остановиться, горные дороги. Мы с Лешкой арбуз весь выковырили, тырку. И всю мякоть выбрали. Вот какие горы. Там не горы, а страсть Господня. Это вообще... Может, сейчас какие переходы поделали будет. Там как делают ущелья. Все, надо вообще под давление мерить. Иди уже, я сама буду собирать. Вот этот куст доберешь. Ведерко мое стоит. Вот. И этот. И вот, тут почти ничего нету. Вот этого. А это его. Хоть он пусть обирает, хоть не обирает. Не будет обирать, я компот варить не буду. Видала я на одном месте. Яблок еще, хоть и нету там году, прошлогодних. На целую зиму. Вот. Кабуретка. Вот ведерко стоит. Иди, мама, иди, отдыхай. Пойду я давление померю. Лукцы поставлю варить еще. Папа, кстати, смылся. Я думала, он пришел смородину собирать. Смылся? Наварит ему, мама, блин, компотика теперь на зиму. То есть законсервирует. Ох, папа, папа, да играешься. С мамой шутки плохи. Будешь зиму без компотов сидеть. Шутка, конечно, ребят, шутка. Сейчас я насобираю смородины. И, наверное, будем мы сегодня делать или завтра будем закрывать компоты. Не знаю. Так что все у нас хорошо. Мы простые люди. Пошутить любим, поспорить. Поворчать любим. Все любим. Черная. Смородинка. И черную, и красную мне надо сегодня собирать. Напишите, как вы там. Собрали свою смородинку или нет еще? В Сибири, на Урале поспила смородинка? Ой, солнышко выглянуло. Теперь жарко. Вы знаете, что я еще хотела сказать по поводу команов? Я хотела сказать, что люди, которые едут на эту экскурсию в первый раз в Каманы, вам лучше взять групповую экскурсию. Групповую с экскурсоводом. Чтобы вам рассказали об этом месте. Чтобы вы знали, что это место из себя представляет. Я там была три раза и самостоятельно. И теперь в следующую свою поездку в Каманы в октябре я обязательно поеду туда. Но уже групповой экскурсии с экскурсоводом. Я хочу узнать от знающего человека все об этом месте. Мне будет очень интересно послушать экскурсовода. И вам я тоже настоятельно рекомендую это. Толку, что я приехала вот в первый раз туда. Но я ничего не знала об этом месте. И сама не знала. И вам ничего не могла рассказать путем ходить так бессмысленно. Не зная, где ты находишься. Нет, это не вариант. Я теперь все, отъездилась никуда. И брата Сочинского теперь не увидишь. Ну что ты думаешь, сел за компьютер, плевать он хотел на эти ягоды. Но если он вот эти кусты не оборвет, то пока я живая, я ему компота разу не сварю. А на помидоры в этом году пусть не надеется, что он это самое соку накрутит. Это не прошлый год. В общем, два часа обеда. Поставила огурцы. Слышали, как мама на папу обиделась? Вот так и живем. Вот так и живем, ребята. Куда ж она денется, мамулька? Сейчас будет компоты делать папе, мужу своему любимому. Дошла я до папы, говорю, пап, мамка обижается. Иди смородину собирай. Он говорит, принципиально не пойду. Нечего мне в приказном тоне это говорить. Нечего. Я ненавижу, когда мне приказы отдают. Когда посчитаю нужным, тогда и пойду собирать. В общем, все. Папа с мамой сегодня не дружит. Это я вам показываю тыкву опять в очередной раз. Она цветет, да. Но мама сказала, пусто цвет. Не завязываются. Плоды не завязываются. Папа будет в шоке. Это папина территория. Он любит семечки тыквенные. Он сам ухаживает. Сам сажал. Он будет в шоке. Мама сказала, что он еще не знает, что пусто цвет. Еще, ребята, знаете, что я вам хотела сказать? Может быть, посоветовать. По поводу экскурсии. Приехала подписчица моя с Абхазии. И она в восторге от экскурсии на Акармарские водопады. Я тоже там была. Но года три или четыре назад я тогда не снимала видео. Кое-что снимала любительские. Даже есть у меня, есть у меня на этом канале ролики. Но такие некачественные. Там водопад Златоносец, Великан. Даже не советую вам смотреть. Очень некачественные. Еще вертикально я их снимала, как в шорце. И да, ребята, настоятельно рекомендую, кто сейчас поедет в Абхазию, побывать на этой экскурсии. Акармарские водопады, город-герой Ткуарчал и город-признак Акармара. Обязательно съездите. Значит, подписчица моя, Аня, привет. Прислала мне фото изумительные с этой экскурсии. И, кстати, вот на этом водопаде Златоносец сделали качели. И обвязали вот эти веревки. Розочки, розочки красные прикрепили. Ну, искусственные, видимо же, неживые. И у нее фото на этих качелях. Вы не представляете, какое красивое фото. У нее еще платье тоже в каких-то цветочках красных. Розочки эти красные, водопад, качели. Ой, вообще, просто-просто. Так что, ребята, водопады действительно изумительные. Особенно великан. Меня впечатлил великан. 100 метров высота этого водопада. У меня тоже шикарное фото есть на этом водопаде. Водопад Ирина тоже великолепен. Тоже у меня там шикарное фото есть. Святой. Но святой не очень водопад Златоносец, где у Ани фото на качелях. Он не тоже особо там невысокий, но вот теперь вид с качелями просто изумительный. Кстати, возле Коконосца есть и водопад Радужный. Он рядом. Он высокий, но он такой узенький, немощный. Узенький такой. Струя льется там. Это тоже там недалеко. Прямо вместе. С одной стороны Радужный льется, и рядом Златоносец. Акармара, конечно, вы знаете, город-призрак Акармара, бывший шахтерский городок. Так же, как и Куарчал. Там совсем мало жителей осталось. Мне, конечно, эта поездка, этот город немножко, как вам сказать, я была в печали. Я была в печали. Вот привозят нас туда, посмотреть на это, пребываться, на эти дома, красивая архитектура. А жители на нас так смотрят, бедные, там, я запомнила глаза мужчины. Дедушка уже вышел на балкон и так смотрит на нас с такими глазами печальные, такие глаза у него. Куда они обращаются, в больницу, в магазины, как они добираются, я не знаю. И собачки, и собачки такие же, как этот дедушка несчастный. Ко мне подошли, видимо, старенькие. Одна прямо еле-еле ковыляла. Видно, что ножки артрозные. Еле-еле ковыляла эта старая собачка. У меня даже ничего вообще еды не было. В общем, печально веяло на меня эта экскурсия. В смысле, город, город Акармара. Печально веяло. А так, конечно, ну, вы же знаете, я люблю заброшки. Люблю, ну, вот, жителей, собаки. А так, экскурсия бесподобная. Экскурсия бесподобная. Какие там горы, какие там величественные горы, друзья. А еще один житель сказал, что в городе Куарчале рождаются самые красивые девочки. И это действительно так. Действительно так. Какие там красавицы по городу ходили. Молоденьким девушкам советую там изучать ребенка. И вас родятся. Если это будет девочка, то будут самые красивые девочки в мире. Ой, ребята. Ребята, как видите, сердце рвется в мое в нозу Абхазию. Ничего. Ничего. Скоро лето закончится. И я опять поеду. Дай бог, чтобы, конечно, все было хорошо с моими родителями. И все будет хорошо тогда. Вот. Примерно с 11 утра до 2 часов дня я столько нарвала смородины. Два часа мама позвала на обед. Пойду обедать. Вот такой у нас скромный обед сегодня. Борщ. Салат. Голубцы. Полная тарелка овощей. Бутерброды. Колбаска краковская, конечно же. Мамина любимая. И моя тоже. А кофе навела? А что не пила? Потому что молока нет. А без молока не хочу. Что там твой теть говорил, когда поест? Сынка Варьмач. Мой диафренд. Нет, по-другому ты в прошлый раз говорил. Как он говорил, когда поест? Я, может, праздновую говорю все время. Не ты, а твой тесть. А, те. Спасибо, Варка. Как хорошо поедал. Так мой теть говорил. Ну вот. Представляете, уснула даже после обеда. Сегодня ночь плохо спала. Так-то я, в принципе... Ой, вообще глаз не видно. Вообще, в принципе-то и не сплю. Когда я спала нормально с моими соседями. Немножко плеснула. Продолжу опять собирать. Смородинку. Хочу пройтись, посмотреть клубники. Да нет, нифига уже не вижу я клубники. Без клубники мы в этом году. Без клубники. Нет клубнички. Сейчас покажу вам. Все пусто. Ничего нет. Ничего. И вишен нету. Видите? Несколько штук висит. Несколько штучек. М-м-м. Кисло. Малинка. Тоже. Одну штучка. О, нет. Малинку это я сейчас немножко подъем. Немножко подъем. Малинку я обожаю, но ее мало. Ага, папа вышел на огород, пока я спала. Поливает огурцы. Это твоя любимая работа, да? У меня не любимая работа. Я плеваю за готовить. Не так, как мама плевает. Я заплеваю, не сплеваю. А смородину рвать? Три минуты подъема. А смородину рвать не будешь? А? Смородину рвать не будешь? Смородину, говорю, рвать не будешь? Ну, а что я буду говорить? Я нелитор. Чего ты? Нелитор. Ну, не могу говорить. Как налитор ты не можешь говорить? Ну, говорить желательно умно, хорошо. А-а-а. А я не способен на это. Я тебе про смородину, а ты про речи. Ну что же, ты, если бы так, как по телевидению показывают, там надо, прежде чем вот в эфир выпустить, 10 раз подскажут, что надо говорить, как себя вести. А ты мне задашь какой-нибудь вопрос, а я вообще ничего не понимаю. Мне же с меня дурно, и тебе чем более. Вот, батька своего выставляет, а он гуменой какой-то. Вот это и интересно. Кукуруза встанет, она мокрая вся. Теперь у нас вот такая картина. Папа работает, я работаю, мама отдыхает. Скажи, мама уже ходить не может, поэтому сидит. Сиди, сиди. Теперь она довольна, все работают. Все работают, она успокоилась. Я поднимаюсь рано, и с полшестого работаю. Кстати, Ирина Григорьевна, маме подарочек ваш отдала рыбку. Только я так и не поняла, щука эта? Ты, мам, не посмотрела, это щука была? Где? Рыба. Какая? Ну, которую я привезла. Две рябины? Да. Да, ну, это клещ. Какой клещ? Клещ. Клещ. Ты знаешь такую рыбу? Лещ. Прикол. Знаю такую рыбу, лещ. Но я думала, что он другой. Щука. Щука совсем другая. Щуку не сушат. Ирина Григорьевна, большое спасибо вам за рыбку. Ну, мне показалось, что это щука. Мама говорит, лещ. На Урале, на Каме, эта рыба водилась. Там мы ели эту рыбу. Лещ, он плоский. Я вам таранку привезла, лещ. Вот это лещ называется. Которую ты повесила сушить. А какую ты привезла? Жарить? Ой, ты меня не поняла. То, что ты повесила, это лещ таранка. Я купила в магазине. А жарить тебе привезла другую рыбу. Ну, я ее не глядела, когда я не знаю. А, ну вот, я думаю, какой лещ, там не лещ. Лещ, это таранка. А щука вроде. Это я в магазине таранку купила. Мама подвесила свою, папа будет не подвесил. А это будет искали или... Все ясно, в общем, запутались. Жарить будут, тогда скажу, что это за рыба. А щас я. Ладно. Я пакет не разворачиваю. Все ясно. Ну, ненужные ветви. Ну, это толку мало. И чтобы с каждого корня не было, у меня по три гурбуза. Вот таких. У меня один вот такой был. Потому что густо посажены. Ну, густо посажены. В деревне сажали. Очерина была между рядами по два метра, по три. Ты выросла у деревни и не знаешь, как гурбузы сажают. Я знаю, как гурбузы сажают. Пореже, чем ты посадил. Друзья, ни папа, ни мама не знают, что это у нас выросло. Вот, беленькая, с шишками. Мне кажется, что это вообще табак. Листья похожи на табак. Сейчас попробую. Нет, пахнуть оно ничем не пахнет. Но листья похожи, как на табак. Папа ругается. А почему вы не выдернули? Зачем нам тут табак на огороде? На огороде должно расти то, что пользу приносит. Я говорю, высушишь и на рынок повезешь продавать. Он говорит, ага, сама продавай. Так что, ждем. Комментарии, кто узнал это растение. Как ты общаешься, я не пойму. Ты вот сама с собой тут разговариваешь, а потом выложишь в интернет. А там люди смотрят уже после. Когда я смонтирую видео... Если кого-то это решают, могут тебе ответить. Да, да. Папа не доходит, пока не понимает. Это не прямой эфир, получается. Нет, это не прямой эфир. Мне нужно это видео еще смонтировать. Как монтируют видео, как фильмы монтируют. Ты знаешь? Не знаю. Я этим не... Меня это воздействует, что не учили. И меня никто не учил. А сейчас уже поздно не учился. Вот. Мне тоже осталось, что поливать. Папа не осилил четвертую тепличку. Сейчас мы польем. Друзья, захожу домой. И тут чудо. Посмотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять баночек компота. Да уж, мама, мама. Милые бронятся. Только тешатся. Огородные дела закончены. Восьмой сейчас вечера. Сейчас немножко приберусь в доме. Займусь своим каналом. И спать. Родители смотрят. Привет, Андрей. Звучала песня. Приходите в мой дом. Приходите в наш дом. Наши двери открыты. А на этом я буду заканчивать свой ролик. Всем спасибо за комментарии, за лайки. Спасибо всем, кто подписывается на мой канал. Огромное спасибо вам, друзья. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова